Мы в Чанкрай на субботней улице. Здесь готовят вот такие пельмешки. Мы тут подумали и решили, что из кокосовой пальмы и бамбука в принципе можно сделать все. От иголки до дома. И вот тут яркое подтверждение. Все вещи сделаны из кокосовой пальмы. Вот здесь сумки по 50, вот сумки по 60, а вот там есть сумки по 40, но там света нет, поэтому выбрать сложнее. На самом деле рынок не идет ни в какое сравнение с ночным рынком. Тут разнообразие просто в разы выше. Особенно всякой национальной кухни тут просто немерено. Можно попробовать практически все. Обязательно в Чанкрай нужно приезжать в субботу, то есть быть тут в субботу. Приезжать там можно в любой день. Вот столько всяких вещей. И прикольные всякие есть, и дурацкие, и нормальные более-менее. Ну естественно брендовые тут нет одежды. Аксессуары для телефона, всякая штука. Вот в общем настоятельно рекомендуем посетить. И он какой-то бесконечный. Вот мы уже наверное час идем, идем, и до сих пор не прошли один ряд из двух. Ну они одинаковой длины параллельно идут. Вот находится рынок от Clock Tower пройти один квартал на север. Вот тут даже есть шапочки для кисанек. Живой? Мне кажется не живой. Бедная кисанька. Это собачка. Собачка? Нет, это киса, Жей. А? Это киса. Это киса. Это что? Какая-то собачка. Это собачка. И сосисок. Он висят. Он жарится. И вот мы и дошли до конца. И теперь час пути обратно. На этом рынке есть даже отдельный фудкорт и дискотека с живой музыкой похоже. И аниматоры даже есть. Здесь есть пункт массажа для тех кто решил пройти рынок целиком. Делают массаж ног. В общем на осмотр рынка у нас ушло 2 часа. Мы не успели до закрытия. По всем приедем? Ну да, два с половиной. Может даже три. Вот в общем мы не успели до закрытия. Надо в 6 приезжать. Вот рекомендую.